Поехали! Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 22 марта 2018 года четверг, по одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7526 лета понедельник. Прекрасный мир, который мы потеряли, – это тема сегодняшнего нашего живого эфира. И рассказывает нам об этом Дмитрий Мыльников. Ну и пришло время, в общем-то, теперь посмотреть обратную связь. Какие теперь вопросы тебе зададут наши слушатели и зрители? Сразу напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы можем видеть и принимать только в чатах Народного Славянского Радио. Вы можете написать свои сообщения на сайте slavradio.org И только там мы можем прочесть эти сообщения, только на этом сайте. Ну и если у нас идет трансляция или выложен ролик, то можете написать сообщение на нашем канале YouTube. YouTube.com.slash.slavradio.slavradio – одно слово. Если вы пишете свои комментарии, сообщения, реплики на других чатах, других сайтах, других каналах YouTube, в соцсетях и прочее, обращаясь к нам с какими-то вопросами, то знайте, до нас ваши вопросы, написанные не на наших ресурсах, не приходят. Нас очень много транслируют, и когда кто-то говорит, вот там много-много к вам вопросов, я говорю, но я же не захожу на все эти ресурсы, их огромное количество, кто нас транслирует. Поэтому, извините, мы можем смотреть только там, где мы находимся постоянно. Итак, теперь вопросы и реплики. Виктор Куприянов, реплика в эфир. А как же пранаеды и солнцееды? Вот ты когда говорил, что нужно питаться, и для этого там вот нужны определенные условия, помимо фотосинтеза. Понимаешь как? Я все-таки больше опираюсь на то, что я наблюдаю и могу пощупать. Я пока не встречал ни одного пранаеда живого, который мог бы действительно доказать, что он пранаед. Но я вижу, что, понимаешь, если есть способ получать и утилизировать энергию напрямую из излучения, солнечного света, то почему мы нигде в живой природе, кроме в растениях, этого больше не наблюдаем? Почему все остальные животные этим способом не пользуются? Я все-таки считаю, что у нас мир строится на каких-то общих принципах. И поэтому я не вижу нигде подтверждений, что такой способ вообще возможен. И главное, непонятно, для чего он нужен. Хорошо. Нет, для чего нужен, можно понять. Это было бы здорово. Не, ну да, чисто гипотетически это было. Понимаешь, тут есть еще один очень интересный момент. Вот мы живем в том мире, который сейчас нам доступен для восприятия. И в нем сложились определенные модели взаимодействия. Я запускаю, что если мы, вот этот первичный мир, возможно, обладал какими-то другими свойствами и характеристиками. Ну, другая атмосфера. Мало того, мне тут попадалась модель, что все планеты фактически были звездами. В каком плане? Что они все имели вот этот астральный уровень, который их освещал. То есть, не одно Солнце в центре, вокруг которого планеты вращаются, не имеющие своего источника света. А что любая планета, она по сути была мини-звездой, которая по мере развития просто увеличивается в размерах. И что вот те звезды, которые мы видим, это и есть вот эти миры. То есть, как бы плотный мир создается внутри звезды, а не на планетах, которые снаружи. То есть, грубо говоря, у Земли был свой астральный уровень, который ее освещал. И, в принципе, определенные следы этого остались в языке, что светящийся, сияющий, святейшество. То есть, что свет, исходный свет, это, в принципе, как вы сказали, свет человеков. То есть, что мы обладали каким-то определенным исходным свечением. И сама планета обладала этим свечением. И что это дает? Это дает независимость от звезды. То есть, грубо говоря, когда цивилизация, род. Вот мне в свое время давали такую картинку, как идет развитие. Что вот первый мир формируется, люди на нем нарождаются, как часть Бога. Для чего Бог создает физическое тело в виде человека? Для того, чтобы свой мир можно было воспринимать изнутри. То есть, как бы пощупать, как хорошо у меня творение получилось, плохо, правильно оно функционирует, неправильно. Как увидеть? Вот я создаю это тело, помещаю в мир. Потом мне там одному скучно, я начинаю этих тел создавать много. И наделять их возможностью, как бы, тоже творить, существовать, взаимодействовать со мной. То есть, фактически, каждый из нас является частью вот этого высшей сущности, которая формирует планету. А дальше, когда цивилизация развивается, в какой-то момент формируется группа, которая уже, ну вот, она достаточно, ну, в основном это не родители, да, а дети. Да, вот дети, они появились, они развились, набрались опыта, готовы сами стать новым Богом. Они объединяются, формируют новую вот эту структуру энергетическую, фактически новую планету вокруг родительской запускают, да, и переходят на неё уже физически. То есть, физическое тело здесь разрушается, а там новое создаётся на новой планете. И их дух переходит на этот новый мир. И уже дальше они этот новый мир начинают развивать, как-то модифицировать, какие-то новые там принципы придумывать, экспериментировать, творить, короче. Они творят новый мир. Когда у них дети нарождаются, они также создают новую планету, выходят на орбиту вокруг родительской, да, и у нас получается, что вот есть базовая планета. Вокруг неё новых дети народились, планеты-дети, да, звёзды-дети. Вот, потом вокруг каждой звезды новые звёзды. И у нас начинает формироваться галактика, то есть, эллиптическая. То есть, у нас галактики эллиптические, а есть спиральные, да. Что такое спиральная галактика? Это галактика, где происходит процесс рождения новых миров и её постепенное расширение. И вот она как по спирали постоянно раскручивается. Вот. У нас сейчас в Солнечной системе, у нас нет вот этого процесса, он остановился, да. То есть, как бы у нас, если мы начнём на планеты смотреть, они как бы полуживые. Они как бы какие-то, может быть, даже и не живые сейчас, мёртвые как бы тела планетарные. Вот. То есть, понимаешь, да, в этом случае может быть, не знаю, там, может быть, какая-то форма, ну, не праноедения, да, какого-то вот такого питания, может быть, и могла существовать. Вот. Но то, что мы можем... Понимаешь, у нас очень... В таком случае непонятно, а зачем нам столько органов внутренних и систем, которые предназначены для переваривания пищи, да. Если я могу воспринимать прану, зачем мне делать кишечник сложнейший, да, зачем мне делать все эти системы очистки крови потом от продуктов переваривания, да, делать выводящую систему сложнейшую, да. Если я могу просто праной питаться, энергию напрямую из окружающего пространства усваивать, мне нужно тогда совершенно другое тело с другим функционалом. Я тебя понял. Я на самом деле тоже задавался этим вопросом и в своё время говорил, ну, у нас же есть зубы, у нас же есть кишечник и прочее, прочее. То, что именно заряжено и настроено на переваривание пищи, на её переработку. А потом, в общем-то, понял, человек – это такая интересная структура, которая рассчитана не только на проживание в какой-то определённой среде, но и для нескольких других вариантов жизни. С более плотным или с более разряженным каким-то вот окружением. И в одних условиях, к примеру, тебе достаточно кушать какой-то маленький плодик и быть там сытым, к примеру, там месяц, да. А в других условиях тебе необходимо постоянно что-то жевать, 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 чтобы как-то хоть насытиться. А в третьих условиях, может быть, есть такое плотное окружение, которое тебя питает через кожу, через что-то там ещё, да, к примеру, через то же самое дыхание, и тебе уже не нужно питание. То есть здесь надо учитывать, что разные могут быть условия, и для того, чтобы жить на разных землях с разными вот такими условиями, создавалась эта универсальная машина, биоробот или аватарчик под названием человеческое тело, которое куда ни посели, оно может приспособиться, или хотя бы не оно, но дети, внуки и так далее, а может быть там с какими-то генетическими дополнениями в лабораторных условиях. Ну, в принципе, я согласен, да. Ну, ты видишь, вот ты говоришь, мы можем питаться другим способом. Я не то, что мы, как бы, предполагаю, я знаю, что у меня есть личный опыт, да, когда вот мы в походы ходили, и вот мы попадали в период, когда цветут сосны и пихты в лесу, и ты идёшь по лесу, вот эта пыльца, вот взвесь в воздухе, да, вот этот аромат, и вот пыльца сама, а что такое пыльца растений, да, это вот, ну, как вот, сперма, да, то есть это как бы вещества, которые должны дать новую жизнь породить, да, и там концентрация вот полезных веществ просто колоссальная, и энергетика у них колоссальная. И ты вот идёшь по этому лесу, ты вдыхаешь вот этот воздух, насыщенный вот этой пыльцой, и ты можешь целый день идти, и ты понимаешь, что ты не устаёшь, тебе не хочется есть, ты не теряешь энергию, да, то есть ты просто её впитываешь с воздухом, да, как бы вот с окружающего пространства, да, или что такое эфир, вот запахи, да, вот настоящие природные запахи, что такое эфир, это тоже углеводородные соединения, да, но они у тебя попадают через, вот ты их вдыхаешь, ароматы, да, вот эти природные цветы, там, растения дают аромат, если вот насыщенный, да, это углеводороды, которые летучие, ты их вдыхаешь в лёгкие, и они сразу всасываются в кровь, то есть не нужен процесс переваривания, да, не нужен сложный этот, там, выработка ферментов, колоссальный затрат энергии на всё это переваривание, у тебя сразу эти углеводороды оказываются в крови через лёгкие. Это ещё одна схема питания, просто тем воздухом, что у нас сейчас вокруг окружает, да, им невозможно питаться, да, им вот отравиться им можно, да, питаться им невозможно. Почему, опять же, встаёт вопрос, что нужно возвращаться в природную среду. Ну да, в общем-то, о том и речь, что мы должны сейчас… Разумный человек, он всегда учитывает, что его окружает, делает выводы, приспосабливается и дальше развивается. А неразумный человек, он всё время сетует на то, что его окружает что-то плохое, что ему невозможно жить, что его кто-то окружает, не тот, и так далее, и тому подобное. Но пришло время нам как-то это осознать и становиться разумными, не просто существами, а человеками, человечей, и уже переходить в состояние аза, который будет понимать, что его окружает, и, исходя из этого, делать определённые выводы, ну и так далее. Хорошо, идём дальше. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Кстати, с этого года в Китае началась программа по строительству экогородов. Можешь комментировать, можешь не комментировать, можем дальше идти. Ну, понимаешь как, вот она началась, вопрос, что они в это вкладывают, в это понятие, да, как бы, и на каких технологиях они строятся. Вот, то есть, тут, как бы, я не могу ничего корректировать, не зная конкретики, потому что, вот, когда это поселение, вот, по схеме, которую Мегре предлагал, ну, не Мегре, да, а те, кто через него пытался донести информацию, потому что я, ну, как бы, вот, разбираясь с этим, я понял, что Мегре, он часть информации от кого-то получил, что-то донёс, что-то не донёс, а потом у него уже в последних книгах пошла отсебятина, да, то есть, он, видимо, не те договорённости, которые были, он нарушил, и его, ему перестали информацию выдавать. Вот, и получается, что, понимаешь, как вот, когда мы строим поселение на земле, не город, вот, большой, да, а вот я живу на земле, я сам себя снабжаю продуктом и питанием, у меня минимальные расходы, вот, на жизнеобеспечение, да, то есть, какая основная проблема города? Это колоссальные затраты на техническую инфраструктуру, которую мы просто не замечаем, нас приучили её не замечать. Но если вот посчитать, да, вот, про Москву мы с тобой говорили, 20 миллионов населения живёт на очень маленьком пятачке. Вот теперь посмотри на транспортную инфраструктуру, она же как спрут, да, вот, эти вот все щупальца во все стороны, транспортные магистрали, потому что, чтобы эти 20 миллионов прокромить на этой маленькой площади, туда надо завозить колоссальное количество продуктов, да, колоссальное количество ресурсов всяких разных, потому что иначе они просто там все передохнут в голоду. То есть, там одного хлеба нужно, там, несколько десятков тонн каждый день завозить в Москву, чтобы просто вот всех накормить. Ну да, да. А любые транспортные расходы, они как бы накладные, то есть, это не что-то полезное. В распределённой системе этих расходов просто нет. Ну, в общем, да, ты 20 миллионов называешь цифру, а так, на самом деле, исходя из некоторых других данных, с учётом тех, кто не зарегистрированы, тех, кто приезжает на несколько дней, то есть, не только те, которые прописаны, но и гости, и гастарбайтеры и прочее, там уже за 25 миллионов. То есть, увеличиваются... Ну, понимаешь, я опираюсь всё-таки на те официальные данные, которые публикуются, а там, может быть, да, может быть больше, может ещё больше, там, ну... Даже 20 миллионов – это уже много. Да, а 25 – это ещё больше, поэтому надо просто ощутить, представить, что такое каждый день, большую часть, ну, там, убираем пенсионеры, которые, как правило, мало перемещаются, хотя есть пенсионеры, которые дадут фору любому молодому. Ну, в общем, вот эту часть больше надо постоянно, каждый день перемещать туда-обратно, ещё кто-то едет не просто туда-обратно на работу и с работы, а ещё и за покупками, в гости, просто куда-нибудь на экскурсию или в театр. А потом вопрос, что он делает на работе? Он приходит в кабинет, садится за стол, включает компьютер и начинает, как бы, нажимать на кнопки. Всё то же самое он, в принципе, с одной стороны, мог делать и дома, и мог делать вообще где угодно. Ну, в общем, да, когда это всё хорошо и обдумал, я из этого города ушёл и нажимаю кнопки уже у себя в своём доме, а не в городе. Идём дальше. Павел Боков, реплика в эфир. В Волоколамске случилось, наконец, то, что народ начал действовать. Видел ролик, как в толпе толкали кого-то, какого-то руководителя, который приехал, их контролировать. Ну, не только в Волоколамске толкали, я смотрел и в других городах Подмосковья, где такое безобразие творится. Там просто несколько тысяч человек выходили и говорили, ребята, если вы не прекратите, то тут начнётся что-то другое. Алексей, всё это хорошо, но на самом деле вот то, что он говорит, это чушь собачья. Люди не начали действовать. Люди начали рефлексировать на раздражитель. Вот ты понимаешь, у тебя есть стадо овец, да? Если ты начнёшь там какой-нибудь запах, который их будет пугать, они будут оттуда бежать. Они начнут психовать, они начнут возбуждаться, да? Вот здесь ровно то же самое. Что должен был сделать разумный человек? Он должен просто давно был из этого Волоколамска уехать. Если там годами воняет эта фигня, почему он до сих пор там живёт? Понимаешь? Да, понимаю. Только разумный человек поступил. Почему он образ жизни свой не изменил? Понимаешь, он пытается не меняться, то есть всё вокруг должно измениться, а я как разрушал эту систему, так и буду разрушать. И вот как жил в этом городе, так и буду жить. А кто-то должен прийти и сделать мне хорошо. А так не бывает. Если ты себя не перестраиваешь, мир не перестроится. Да, только здесь это только одну часть разумности ты показал, а ещё другая часть разумности, которую ты уже тоже озвучил, и мы говорим постоянно, это не допускать того, что может произойти. Когда, например, вот не так далеко здесь тоже стала появляться помойка, два года назад я ходил, говорил всем, кто рядышком с ней жил, говорю, через два года вы здесь дышать не сможете. Говорили, да ладно, ну что ты, ну надо же куда-то мусор сваливать. Ну такие добрые граждане, да? Говорю, ну ладно, ждите. И через год стало вонять. Я говорю, ну как вам тут теперь, хорошо? Ну гости когда приезжают, хорошо, нормально. Ой, воняет. Ну и что делать? Ну вот обещают перерабатывающий какой-то центр поставить, завод. Я говорю, ну хорошо. Вы вообще посмотрите, сколько перерабатывает центр. Ну он перерабатывает там 8, ну 10 процентов. А всё остальное куда? Всё остальное также будет складироваться. Надо что-то вам делать. А что мы можем сделать? И вот через уже два года, когда стало вонять так, как невозможно, вот те люди, с которыми я говорил два года назад, они стали, как ты говоришь, рефлексировать и выходить на то, что мы бедные, несчастные, нас тут давят, уберите эту гадость, там ля-ля-ля-ля. И когда я напоминал разговор, они говорят, да ну что ты там пристаёшь? Ну было и было там, да? То есть разумный человек, который, когда только понимает, что образуется, они быстро соединяются и говорят, так, стоп, что это вы тут делаете-то? Вот себе вот там вот под свои окна везите и вываливайте, если хотите. А нам здесь не надо. А неразумный или полуразумный, он ждёт, когда начинает вонять. И после этого он начинает перескакивать на другое место в надежде, что его не завалят мусором. А Москва-то и другие города крупные, они будут расширяться, мусора будет больше. И эту помойку всё равно закроют. И ты переедешь в другое место и там тоже. То есть это бегство тоже не спасает. А совсем неразумный, он ждёт уже до предела, когда у него уже из крана вода тухлая идёт. И он тогда начинает блеять, кричать, как ты уже там, если уж слово подобрал, овцы, да? Кричать, что нас тут уничтожают и так далее. Так что здесь разумность-то разных уровней есть. Ну ладно, идём дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Тема того, как живут в Беларуси, нигде нет полезных ресурсов, скрывается от нас и не афишируется средствами массовой информации. А стоит глянуть, как живут братья-славяне. То есть в Беларуси у них нет ископаемых, но при этом живут и хорошо, и нам об этом не рассказывают. Ну что значит, что у них нет полезных ископаемых? То есть у них экономика основывается на других вещах, на переработке, на использовании. То есть у них большие посевные площади, у них сельское хозяйство очень развито. То есть они кормят огромное количество населения вне Беларуси. То есть тут, понимаешь, такая реплика. Ну что, что у них нет природных... Опять же, они строят машины, они строят дома. Значит что? Значит они эти ресурсы откуда-то получают? Значит все равно им кто-то добывает этот металл, кто-то добывает эти стройматериалы. Так нет. То есть идет обмен, значит другие территории как бы производят этот материал и ресурсы добывают. То есть я не понял, что он хотел этим сказать, если честно, как бы вот этой своей репликой. Ну да, вот у них экономика по-другому выстроена. Но она же у них все равно не становится биогенной. Она такая же техногенная, как и в остальных странах. То есть они такая же часть как бы современной цивилизации, как и все остальные. То есть я не сказал бы, что у них прям вот все замечательно. У них социальная система чуть-чуть по-другому основана. То есть батька не позволяет местным олигархам сильно много воровать. То есть заставляет их больше делиться с населением, чем у нас в России. То есть поэтому у них население живет чуть лучше. И они больше как бы думают о своей территории. В этом он, конечно, молодец. Но в остальном все равно то же самое. Если страна зависит от цивилизационных каких-то, как это говорится-то, полномочий, который выделил ей вот этой стране право проживания, то в этом случае хочешь не хочешь приходится подстраиваться под цивилизацию. Цивилизация настроена на одно – уничтожение. Тут проблема какая. Вот извини, я тебе сейчас немножко перебью еще. Вот Белоруссия, она не сможет ситуацию на планете в целом с точки зрения мировой цивилизации как-то изменить, потому что она для этого очень маленькая. И мало того, что она маленькая, она зависима. То есть какой ключевой показатель? Она зависима от других. Вот как он сказал, у них нет своих ресурсов. А раз у них нет своих ресурсов, они их вынуждены от кого-то получать. То есть они уже зависимы. В чем главное преимущество России, да, и цивилизационное? Почему все говорят, что единственная надежда на Россию, да? А почему? А потому что Россия на сегодняшний день единственное в мире государство, которое полностью независимо с точки зрения ресурсов. То есть нам создали зависимость искусственную в виде финансов, нас обвесили иностранными всеми этими штуками, да? Но по большому счету, если вот трезво сберем, да, какое главное отличие России? Россия единственная страна в мире, где все внутренние ресурсы имеются. Что вот если нас сейчас попытаются изолировать, как Северную Корею, да, и ничего не выйдет, потому что ну и хрен с вами. У нас есть все свое. У нас есть свои энергонесурсы, у нас есть свои материалы, минералы, как бы все есть. Мало того, у нас по многим ресурсам основные запасы мировые находятся на нашей территории, да? И почему, скажем, вот англосаксонская цивилизация, она уже много столетий пытается Российскую империю как единая структура уничтожить и разделить на части. Вот у них это не получилось после 1917 года разделить на части. Потому что они хотят разделить Россию на такие куски, которые станут зависимыми, которые не смогут быть самодостаточными, да? И тогда все, они окажутся в полном контроле, да? То есть вот этот мировой элит. Пока Россия является единым большим государством, на территории которого есть все ресурсы, пока она может быть ресурсно-независимой, да? У нее есть шанс как бы изменить вот эту мировую повестку, да, мировой тренд развития. Потому что мы можем спокойно как бы позволить, чтобы сказать, ну да, ребята, мы готовы пойти как бы на, как это сказать, да? Да, вот не на жертвы, да, а на определенные лишения. Да, хорошо, вы хотите нас изолировать. Нет проблем. Мы от вас легко изолируемся. Вопрос, а сможете ли вы от нас изолироваться, да? Сможет ли Европа прожить без наших ресурсов? Сможет ли Китай прожить без нас? Понимаешь? То есть на самом деле вот что мне не нравится в современной нашей российской лите, они не понимают, что они на сегодняшний день обладают вот таким колоссальным ресурсом, который они просто должны из сильной позиции играть. Они все время играют из слабой позиции и из позиции оправдывающей. Хотите изолировать, изолируйте, не проблема. Мы без вас проживем, а вы без нас нет. Знаешь, какой бы радостью я принял сообщение о том, что Россия сама себя изолировала на какое-то время от кого-то, чтобы Россия наконец начала что-то реально делать, серьезное. Не просто так, ну, то, что сейчас в некоторый момент надо отметить, которые, ну, так, интересные, да, но которая бы начала уже вот внутри себя производить все самодостаточное и плюнула там в сторону некоторых соседей, которые реально хотят нас уничтожить. Реально хотят уничтожить весь славянский мир через Россию. Потому что уничтожив Россию, произошло как раз… Сейчас закончу. Потому что уничтожив Россию, о том, что ты говоришь, произошло бы и уничтожение всего кончательно славянского мира. Только благодаря тому, что есть крупная страна славянская в большом своем населении, существует весь славянский мир. Уничтожена будет Россия, все, будут уничтожены все, в том числе и коренные народы, которые в России присутствуют. Многим пока это еще в голову не пришло. И заключение тоже, вот это мои реплики. Вот такое у нас уже было, когда разбивали Россию на части, и вот эти самые знаменитые княжества, когда якобы там пришло христианство, чтобы нас в таких чумазах привести к порядку и миру. Вот как раз эти вот княжества были искусственно сделаны из разделения огромной Руси, огромной державы. Когда вот разбили, вот тогда вот эти маленькие области можно было прибрать к рукам, и произошло то, что произошло. А до тех пор, пока Русь была единым, ничего не получалось. Поэтому и нужно было вот это раздробление внести, которое с успехом в определенное время было внесено. Ну и потом случилось то, что случилось. И то же самое, такой же сценарий уготован и для современности. И от России уже много что откололи. От Российской империи и других. И сейчас осталась единственная страна, которая пока еще держится – это Россия. Вот сохранится Россия, поднимется те, кто у власти наконец-то включат головы о том, что, ребят, так дальше жить нельзя. Цивилизация от нас зависит, а не мэтт-цивилизация. И вот тогда вернется весь славянский мир и вернется порядок на всю Русь, то есть северную часть как минимум всего нашего земного шарика. Ну, да, ты с одной стороны прав, я тут с тобой во многом согласен, но вот я хочу два акцента еще сделать. Вот первый момент, смотри, ты говоришь, вот эти княжества были, раздробление. Тут надо что понимать, что это раздробление было не врагом, вот не этими, не англосаксами обеспечено, что не они создали эти мелкие княжества, а это произошел планетарный катаклизм. И вот те, кто выжили, они просто вынуждены были как-то сначала на маленьком уровне самоорганизовываться, и потом только вот уже более крупные. То есть это была не заслуга англосаксов или там католиков или еще кого-то, да. Это был планетарный катаклизм, который был организован вот этой сущностью, которая захватывала эту нашу планетарную систему. Вот. А второй момент, вот обратите внимание, что да, нас пытаются загнать в капитализм и вот в эту западную модель развития, да, и она у нас буксует, да. Мы вроде что-то развиваемся, мы что-то делаем, но вот такого как бы, понимаешь, нету, с одной стороны, поддержки от народа, да, от населения, энтузиазма, как вот, скажем, было в 20-е, 30-е годы, да. Вот. И идет пробуксовка, да. То есть да, они что-то вот... Нельзя сказать, что даже тот же Путин ничего не пытается сделать, да, но у них нет программы развития. Понимаешь, они не понимают, что надо делать. И пока эта программа не будет более-менее сформирована, хотя бы вот и проговорена, да, сначала на информационном плане, да, то есть что надо делать, зачем надо делать, какие цели, какие задачи, да, что мы хотим, чтобы... То есть, понимаешь, должен быть сформирован образ, да, должна появиться вот эта мыслеформа, да, идея, да, как бы для чего мы это делаем, что мы делаем, как мы хотим это видеть, да, что, какие принципы должны быть заложены, да. Уже вокруг этого будет все остальное выстраиваться. Пока это не будет сделано, да, то есть вот видно, что Россия не хочет идти по западному пути, понимаешь. А другого пути нам не предлагают. И даже то, что Путин вышел и вот со своим посланием, он пытается как бы все равно как-то уговорить, ну, пойдемте, да, вот мы сейчас на инновации, мы сейчас тут какую-то электронную экономику построим. А население, понимаешь, вот сидит и говорит, да блин, что-то как-то не туда, куда-то ты нас зовешь, да, понимаешь. Когда он говорит, что вот русские ленивые, нет, русские не ленивые. Русские очень не хотят заниматься тупой, бесполезной работой, да. Почему? Потому что мы северный народ, да, вот как мы работаем. Вот у нас есть сейчас новая такая интересная ветка, да, называется вот северная концепция управления. И они вот саму эту северную цивилизацию разбирают, да, что сам климат, да, вот эти суровые условия, они накладывают определенное влияние на мышление, на образ жизни. То есть мы не можем себе позволить впустую расходовать много энергии, сил, ресурсов, да. Мы должны, как мы себя ведем. Вот представь, да, у тебя на улице минус 40, ты можешь пойти и на улице что-то думать, делать? Нет, ты должен посидеть, должен понять полностью, как что сделать, причем сделать как можно быстрее и рациональнее, да. И когда ты уже все понял, как делать, да, когда ты все это обдумал, ты выскакиваешь, быстренько делаешь и забегаешь обратно, да. Потому что с запада вот я общался даже с австрийцами, вот они приезжали к нам на завод, когда я на заводе работал, они говорят, вы как-то, говорит, странно работаете. Вы, говорит, вот можете, вот вам дают месяц, вы месяц будете ни хрена не делать, а потом за три дня все сделаете. Мы, говорит, так не работаем, мы так не умеем, да. А у нас, понимаешь, а у нас другого выхода не было, когда у тебя минус 40 на улице, да. Ты должен все продумать, ты должен все подготовить, ты должен как бы все вот окончательно, как бы, ну, в смысле, подготовить все ресурсы, материалы, инструменты, да, потом за это выйти все сделать быстренько, да, и обратно зайти, и дальше снова как бы готовиться к следующему рывку. То есть у нас вот такой принцип, да. И когда говорят, что вы ленивые, нет, мы не ленивые, мы как бы, мы видим, что это пустая трата энергии, мы не хотим ее тратить впустую. Да, конечно. Я в данном случае не говорил, что именно англосаксы разбили, я говорил про другое, что были сделаны все условия для того, чтобы было разбито вот эта самая Русь на маленькие княжества, которые потом можно было по одному брать. И аналогичная ситуация, там это, пускай был катаклизм, пускай это была какая-то сущность и так далее. Сущность осталась. И если не катаклизм, то другое что-то происходит. И я с тобой полностью согласен, что не хватает сейчас одного. Желание кое-кого наверху появилось, но не хватает одного. Понимание, осознание, что кроме цивилизационной… Не понимать, что делать. Не понимать, что делать. Да, вот непонимание, что… Не понимать, что идти по западному пути – это тупик, а куда идти не понимают. Так, да вот. Я к этому пока выводу пришел. Да. Но хотя первые как бы сигналы, что у них уже какое-то понимание начинает просыпаться, то, что представитель Путина говорил, что нам нужна другая экономика и другие технологии, которые встроены в биоген, в природную среду. Это я впервые вообще услышал с большого экрана, от достаточно высокого уровня чиновника, чтобы такие вещи проговаривались. То есть я так считаю, что у нас есть шансы серьезные все-таки сделать какой-то цивилизационный разворот и какое-то осознание, что да, мы вот этим путем мы не можем развиваться, который техногенный. Нам нужно что-то другие, другие концепты. Понимаешь, это даже не просто другие технологии, это сначала другие принципы должны быть сформулированы, как бы базовые, верхние уровни, а уже от них уже все остальное. И тогда под эти принципы мы технологии должны начать разрабатывать, а не наоборот, как сейчас это происходит. Сейчас понимаешь, что самое интересное. Вот эта техногенная цивилизация, очень четко видно, что она идет откуда-то извне, что нам эти технологии сбрасываются, мы их осваиваем, и нам сбрасываются следующие. То есть они как бы появляются непонятно откуда. И вот как только мы их освоили, приходят следующие технологии. И, кстати, посмотри, если в мифологии, откуда у нас появляются вот эти все ремесла, обработка металлов, приходит этот самый Прометей и как бы приносит все эти знания, как металлы обрабатывать, как там скот разводить. То есть в греческо-римском мифологии именно Прометей обучает людей всем вот этим ремеслам техногенного мира. То есть он приносит эти знания. То есть, опять же, как бы с одной стороны, вроде как от богов, а с другой стороны, и этого же Прометея потом наказали за то, что он эти знания сюда принес. Вот. Но нам это как сейчас говорят, что вот он хотел, чтобы люди стали равны богам, да, по сути-то он и направил нашу цивилизацию в тупик. И именно за это, видимо, боги-то его и покарали. Потому что они понимают, что мы этим путем мы себя обрекаем на уничтожение. Ну да. В общем, нашим правителям не хватает только одного – осознание того, что у нас все есть, и весь мир зависит по большому счету. Ну, может быть, не весь мир, а большая часть мира зависит, в первую очередь, от России. Не надо смотреть на указания. Почему не? Именно весь мир зависит, понимаешь, потому что… Есть страны, которые от России вообще никак не зависят, потому что у них голод наступает, когда только ветра нет и бананы не падают. Нет, 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 нет. Они не в этом плане зависят, ты не понимаешь. Они не зависят от нас экономически или материально. Но вот с точки зрения цивилизационной, с точки зрения вектора развития цивилизации, то есть, что если Россия его не поменяет, то техногенная цивилизация планету уничтожает. И ей потом нужно перемещаться куда-то еще на другие планеты, чтобы дальше начинать их снова разрушать. То есть, она эту планету разрушает окончательно, планета умирает, и после этого ей надо перемещаться куда-то дальше, к следующей планетарной системе захватывать. Я применил слово «зависит» в другом смысле, что не зависит от России с точки зрения того, что будет делать Россия сама с собой, вот в этом смысле. То есть, от металла и чего-то другого. От ресурсов России. Естественно, что если не изменить мир, не изменить отношение к миру, отношение к природе, то в этом случае погибнут все. Это как паразиты, которые уничтожаются вместе с тем, кого они убили. Да-да-да. Ну, идем дальше. Следующий вопрос нам пришел от Владимира Изматища. Здравия, Дмитрий. Я хоть и солидарен с вашей точкой зрения, но не могу не вставить свои пять копеек поперек темы. Вы, радиослушатель Алексей, я, прохожий за окном, все мы находимся внутри контрауправления, созданного неведомыми и непостижимым существом. Существо – это наша Земля, и что бы мы ни делали, все наши действия находятся на более низшем уровне управления, чем уровень управления Земли. С нашей позиции, с позиции человека, нет никакой возможности осознать методы и цели нашей планеты. Но поскольку мы сами дети Земли, мы можем уловить исчезающие малые намеки, которые могут помочь понять тенденции. Есть идея, что Земля пытается удовлетворить свое любопытство, даже если цена этого велика. Земля хочет взглянуть на себя со стороны, из космоса. Вот и идет на большой риск, выращивая на своей поверхности техногенную цивилизацию, которая будет способна вынести в космос дольку общего сознания существ, населяющих Землю. Что это значит? Это значит, что не нужно мешать планете воплощать свои идеи и удовлетворять свое любопытство. Дмитрий, зачем мешать Земле удовлетворять свое любопытство? Алло, ты меня слышишь? Алло, я извиняюсь, у меня что-то интернет тут заглючено, отвалилось. Еще раз вопрос повторить? Да. Ну, я слышал начало, а в концовку уже не слышал. Но кончание такое, что Земля удовлетворяет свое любопытство с точки зрения, что же будет дальше с этой техногенной цивилизацией. И что если удастся здесь развиться, то в этом случае тогда люди вынесут чуть-чуть в космос из того, что здесь наработано и так далее. То есть, почему мы должны мешать Земле удовлетворять свое любопытство о том, что будет дальше? А с чего он решил, что это любопытство Земли, а не Солнца? Ну, вот был вопрос именно с точки зрения Земли. Ты уж можешь разуметь, как хочешь. Это тогда какое-то неразумное существо, что это сильно то, что тебе интересно, что там, вот как развиться. Ты начинаешь у себя на теле разводить паразитов, которые тебя кушают, которые разрушают твою плоть, которые уничтожают на тебе кожу, кости начинают у тебя грызть, мясо съедают. А ты смотришь, интересно, смогут они развиться или нет. Сдохну я или все-таки выживу. Понимаешь? Ну, это разумное поведение или какое? И биосферу, которая эта планета. Его надо лечить. Потому что если это дальше будет продолжаться, то это значит, что планета умрет. То есть, если мы видим, что человек начинает от себя отрезать куски мяса, то есть, что мы должны сделать, как наблюдатели со стороны. Человеку что-то с мозгом случилось, с сознанием, он повредился рассудком. Его надо как бы остановить и вправить ему мозги на место. Потому что если он дальше будет продолжать, он себя просто убьет и умрет. Значит, он себя ведет не как разумное существо. Значит, мы должны его ограничить в деятельности и объяснить, что так себя вести нельзя. Потому что разрушать свое тело, это означает убивать свое физическое существование, прекращать. Вот сейчас с Землей происходит именно это. Вопрос только, является ли это инициативой своей Земли или является ли это инициативой по отношению к Земле. Я пока стою на позициях, что это все-таки внешняя сила. То есть, некая внешняя сила, третья, которая, кстати, не упоминается, но сейчас, по официальной версии, он вообще нигде не присутствует. Даже, понимаешь, сама концепция. То есть, если мы говорим, что мир божественный, мир создан Богом. Это божественное творение. Творение, творение. Теперь, техногенный цивилизация борется с природой. Борется. То есть, она что? Она борется с творением Бога. Так она какая цивилизация? Она цивилизация сатанинская. Понимаешь? То есть, это порождение сатаны, а не Бога. Оно вытекает из тех действий, которые эта цивилизация совершает. Согласен? Да, это боговорческая цивилизация. То есть, она сатанинская, боговорческая. Идем дальше. Она борется с творением Бога. Хорошо, идем дальше. Григорий написал. Здравия, Дмитрий. Собственное выращивание продуктов – это хорошо. А как же ананасы, мандарины и прочие экзотические фрукты, овощи и ягоды, которые в нашей зоне не произрастают? А иногда хочется разнообразия. Тут нужен бартер. Ну, а кто говорит, что он не может существовать? Конечно, нужен. Ну, тут, правда, есть, конечно, определенные нюансы, да, то, как бы, какой есть момент, что вот когда вы живете на определенной территории, да, ваш организм, он подстраивается под ту экосистему, которая вас окружает. То есть, продукты питания, которые в нашей зоне, да, они, как бы, под нас рассчитаны, и мы под них, как бы, адаптированы, да, если вы поедете в Африку, да, то там ваш... То есть, вам какое-то время организм будет адаптироваться, далеко не все смогут перестроить свой организм. Вот, поэтому здесь, опять же, есть определенные границы, да, что можно... То есть, ну, как, вот, есть четыре расы на Земле, да, у каждой основные продукты, они разные. У желтой цивилизации расы это рис, да, у Южной Америки у красной расы это кукуруза и что там у них еще, там, маис, по-моему, ну, в общем, их вот эти продукты, да. У нас это зерновые злаки, да, у белой расы, и у черной расы это вот эти вот тропические, как бы, бананы там, и вот это то, что у них там произрастают фрукты. Это вот их, как бы, базовая система питания. То есть, вот, если мы будем просто есть в основном хлеб, белая раса, да, вот, мы славяне, то мы... ...и так далее, но хлеб нам... ...интернет сегодня шалит. ...меняется, Бартер. А он и существовал, этот обмен всегда. В общем, Бартер будет существовать, главное, чтобы это все по уму происходило. Идем дальше. Да. Ирина Морозова, реплика. Биогенное, слово биогенное сложено из био и ген. Нормально? Но техно и ген не складушка. Генное в смысле генерировать, создавать. Не ген в смысле, вот, как этот термин научный с точки зрения носителя наследственной информации, да, то здесь немножко другой смысл. Вот. То есть, цивилизация, которая создает на основе технических этих структур, да, искусственных этих вещей, да, или цивилизация, которая насчет биологических структур создает. То есть, в этот смысл, то есть, как бы... Ну, там можно, конечно, играть, вот, сейчас модно, сейчас все эти буквицы и прочее разбирать, хотя это все высосано из пальцев, по моему мнению, но... Мне если нравится такое объяснение, то есть, я думаю, что тут, как бы, придираться к таким словам, то есть, это общепринятые термины, пытаться переделать их смысл в угоду каким-то там концепциям, ну, то есть, я не вижу смысла. То есть, меня, если, понимаете как, я пытаюсь доносить информацию так, чтобы меня понимало как можно больше людей, ну, вот, вокруг меня, да, то есть, и поэтому, я постараюсь использовать общепринятые термины. То есть, пытаться придумывать свою терминологию, а потом на ней изъясняться так, что тебя перестали понимать. Ну, можно, конечно, с этим развлекаться, но я не считаю, что это продуктивно и принесет большую пользу. Хорошо, далее. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Получается, очистятся мысли, то есть, эфир, очистится воздух, далее вода, далее огонь и потом земля. Благодарю. Ну, в том числе, да. То есть, наши мысли определяют то, что мы делаем, какие, как бы, какой выбор мы осуществляем. То есть, ну, понимаешь как, он правильно вот эту общую концепцию говорит, но нужно же от вот просто декларирования правильных вещей еще дальше переходить к практическим уже воплощению, да. То есть, понимаешь, как вот в свое время, когда это мегрешное движение все начиналось, извиняющие кедры, поселки, да, и там вдруг получилась такая ситуация, что появилось достаточно много людей, которым очень нравились книги, которые создавали клубы, которые собирались эти тусовки, но на практике они никто не хотел идти на землю и строить поселение. Они хотели собираться, тусоваться, обсуждать книжки, говорить, какая Анастасия молодец, какой мегре молодец, да, там, умиляться, восхищаться. Но никто не хотел ничего делать при этом. Понимаешь? И была очень небольшая группа людей, которые реально пошли на землю, реально начали, нашли участки и начали что-то делать уже, эти поселения возвращать, воплощать в жизнь. Поэтому говорить-то можно долго и много, да, но если ваши мысли, ваши вот эти слова не переходят в ваши дела и в то, как вы себя ведете, да, то это все пустое. Далее, Русич, вопрос в эфир. Как была создана жгутиковая бактерия? Ну, как-то сложно, я ничего не могу сказать, я не создавал этих жгутиковых бактерий. Пусть спросят у тех, кто их создавал. А что так плохо-то взял бы и создал? Ну, ладно, идем дальше. Ну, я пока не вышел на такой уровень, чтобы создать. Я как бы пока, когда-то я не волшебник, я только учусь. Ну, ладно, научишься, создашь. Дядя Вася, реплика в эфир. Так, птеродактили могли летать из-за того, что раньше была другая плотность атмосферы и давление. Ну, да, об этом уже было сказано. Далее, еще одна реплика. В НАСА подсчитали на суперкомпьютере, что майский жук не способен летать по законам аэродинамики. Но это же не так, он летает. Далее, Виктор Куприянов, реплика. А как же динозавры? У них размеры были ого какие. Может, и в то время сила тяжести на Земле была другая. То есть, ты рассмотрел, что была другая плотность, атмосфера. Но вполне возможно, что еще и сила тяжести, как написал Виктор, была другая. Да, возможно. Не исключено. Есть теория расширяющейся Земли. Извини, что я тебя не копирую. Теория расширяющейся Земли и то, что масса Земли постепенно возрастает. Только что не исключено, что и сила тяжести была другая. То есть, вполне вероятно. Хорошо. Далее. Павел Боков, реплика в эфир. Именно так бежать нам некуда. Проснулся сам. Помоги окружающим. Далее. Фантазистов. За этот вопрос. Что такое Ярило? Что такое Яр? То есть, Яр – это высокий, высший. Это же не только… По идее, Ярило – это Солнце, находящееся в верхней своей точке. То есть, это летом самой высокой точке на небосводе. То есть, это вот когда летнее, как он называется, на Иван купал этот день. Самый длинный день в году. Вот это самое яркое, самое сильное Солнце. Летнее солнцестояние, да. Да, летнее солнцестояние. Да, да, да. Точно. Вот. Но понимаешь как? Это не… Качество Солнца – это не само Солнце. Да. То есть, Яр – это вообще ярость. Да. То есть, когда ты переполнен энергией. То есть, ярость дается, ну, вот скажем, матери, чтобы защитить свое дитя. Да. Или ярость дается там отцу, чтобы защитить свою семью. Да. То есть, как бы… То есть, это такое чувство, да. Вот наполнение энергии, которая, ну, такая положительная. Да. То есть, как бы не бешенство. Да. То есть, вот. У нас даже вот в русском языке, когда вот начинаешь анализировать, у нас вот есть множество слов, которых в иностранных языках нет. Да. То есть, вот тут бешенство и ярость. Да. Это не одно и то же. Потому что бешенство – это все, это человек не соображает. Вот он… Да, у него энергии много, он все разрушает, но это вот именно бешенство. А ярость, понимаешь, она такая разумная, да. То есть, она как бы… Это вот сила, которая вот исправит ситуацию, да. Там, как в эстетических ситуациях она дается. Вот. Хорошо. Реплика от Жени Макаровой. Уважаемый сказитель! Мне, как технарю в прошлом, очень вливается твоя теория. Сопромат – это мое. Мне все легло. Благо даришь. То есть, ты благо людям даришь. Очень рад, что… Ну, понимаешь, Алексей, еще какой момент. Вот я… Что интересно, вот когда до этого дошел, достал смотреть. Если где-то про это кто-то что-то пишет, вот никто не пишет. Да, почему вот у нас происходит переход, да, с внутреннего скелета на внешний. Никто же это не объясняет у животных. Да, хотя это вот, когда ты с опроматом начинаешь заниматься, то очень быстро понимаешь, что это все обусловлено, ну, элементарной физикой, да, элементарным свойством материала. Вот. Но опять же, видимо, не расскажут, потому что тогда сразу возникает вопрос вот про этих древних животных. Да, почему у них в другом месте был переход с одного размера на другой. Тогда, значит, что-то поменялось. А что поменялось, да, то есть, чтобы такие вопросы не задавались, то есть, людям просто это не объясняют. Даже тем, кто в институтах учился. В институтах не объясняют для того, чтобы они понимали, объясняют для того, чтобы они исполняли. Поэтому это разные вещи. Потому и не объясняют много чего. Ну, в общем-то, все. Наши реплики и вопросы закончились. И нам надо подводить какой-то логический итог сегодняшней нашей встречи. Я тебе предлагаю в заключение какую-то жирную черту подвести подсказанным. Под тем, что ты услышал от наших слушателей реплики. Под тем, что ты сказал. Ну, и какой-то, в общем, вывод сделать. И пожелать что-то доброе, вечное, хорошее. Ну, что ж. Ну, понимаешь как? В чем был общий смысл того, что я сегодня пытался рассказать? Что мы сейчас находимся на пути вот этим техногеном, который тупиковый. То есть, да, это красивые игрушки. Мы в это вкладываем кучу времени и сил. Мы пашем на эту техногенную цивилизацию там даже уже не по 8 часов, а там кто по 12, кто по 16. Потому что после того, как ты на работе поработал, ты пришел и дома еще на себя работаешь. И это недостойно сути человека, который есть творец, который есть властитель мира. То есть, он не должен быть рабом своей системы жизнеобеспечения. Он должен быть творцом. Единственный способ восстановить свою божественную сущность – это нужно восстановить другое отношение к природе. И вернуться к корням, восстановить свое умение взаимодействовать с материей правильно. То есть, обращаться с живыми существами, создавать эти живые существа, корректировать процессы в биосфере. То есть, управлять погодой, в конце концов. Это возможно. Я это пробовал. Пытались мне показать, как это делается. Я кое-что попробовал. Да, действительно, эти вещи работают. Ты понимаешь, есть какой момент, про который я не говорил. Я понял, что вот хорошо, вот они жили люди, похожие на нас. А как они взаимодействовали с окружающим миром? А как мы сейчас пытаемся? Вот мы пытаемся сделать нейроинтерфейс, чтобы непосредственно с помощью мысли управлять компьютерами. Но это означает, что если у них уровень развития был гораздо выше, чем у нас сейчас с точки зрения понимания возможностей материи и управления материи, значит, они могли такой нейроинтерфейс уже построить. И управлять с помощью этими всеми животными и живыми организмами путем просто силы мысли. То есть, этот интерфейс в нас уже встроен. И мало того, я знаю по собственному опыту, что если начать этим заниматься, его можно активировать и можно начать им пользоваться. Соответственно, как бы, ну вот, единственное, что я этим поздно стал заниматься, да, если это вот с детства не давать этому, ну, то есть, дать возможность детям это развивать с самого начального этапа, да, не мешать им, не блокировать, то они восстановят просто возможность управлять биосферой и природной средой, да, и как бы, и что после этого будет. То есть, они будут такие вещи творить, которые нам сейчас кажутся фантастикой. Вот, то есть, наша задача даже не столько самим поменяться и поменять мир, сколько создать для вот этого подрастающего поколения условия, чтобы они могли восстановить свои возможности, да, и уже дальше их задача будет этот мир, ну, возрождать, да, то есть, наша задача подготовить им, ну, как бы, создать условия, вот, чтобы они могли это сделать. Вот, но я точно знаю, что если мы не свернем с техногенного пути, да, то эта цивилизация очень быстро закончится. Поэтому я призываю всех, как бы, трезво взглянуть на мир, да, то есть, как бы, воспользоваться своими мозгами, которые нам даны, да, и в нашем, ну, то есть, как бы, разумом, который нам дан Богом, да, чтобы мы могли осознавать мир, да, и развиваться, да, и понять, что, да, мы идем не туда, нам нужно... Изменить. Причем, изменить, понимаешь, как? Не, вот, не просто говорить красивые слова, вот, мы будем что-то там менять, мы будем перестраивать, нет, вот, начать надо, что я могу сделать, да, вот, взять участок, да, начать строить этот, в конце концов, дом, да, на этом участке. Пусть он будет рядом с городом, пусть мы будем ездить на работу в город, да, но даже если мы просто перестанем вот из системы потреблять эти продукты, полученные техногенным путем, да, и перейдем на какую-то хотя бы часть продуктов, которые уже собственным... собственного участка идут, да, которые не расходуют эти ресурсы, мы уже начнем снижать нагрузку на природную среду, да, и постепенно, как бы, ну, вода камень точит, да, вот, но если люди не начнут уходить из городов, да, и создавать вот такие... Понимаешь, да, это будет отказ, может быть, на каком-то этапе отказ от какого-то вот такого искусственного комфорта, который нам навязывается, демонстрируется, да, от каких-то вот таких благ, сомнительных, на самом деле, благ современной цивилизации, да, но это не означает, что, как бы, там будет жить плохо и несчастливо, да, то есть вот большинство людей, они живут сейчас в техногенной среде, и на самом деле они несчастливы, да, им не хватает времени, чтобы нормально, там, заняться собой, да, или с детьми, там, им не хватает, там, ну, они себя чувствуют, как бы, больными, да, эти все болезни от техногенной среды, которые возникают в первую очередь, да, от разрушенной природной среды, ну, вот, и они считают, что, как бы, они живут хорошо, да, то есть, ну, не факт, что когда они уйдут из города и на земле поселятся, да, что они будут жить хуже, то есть у них будет другой уровень комфорта на начальном этапе, да, но они могут так, ну, я просто был у друзей, кто уже переехал в деревню, да, или там в поселок, и я вижу, что они, понимаешь, они не хотят уже возвращаться в город, да, то есть они счастливы, да, у них там условия, может быть, не такие, как у меня комфортные, да, но они счастливы, им не надо, они не хотят в город. Поэтому начинать нужно с себя, да, то есть начинать нужно с того, что ты сам делаешь. Хорошо. Ну, вот такое интересное у нас получилось пожелание, что именно если ты хочешь, чтобы жили твои дети в достатке, то в этом случае тебе необходимо что-то изменить, но для того, чтобы что-то изменить, тебе необходимо что-то осознать, а для того, чтобы осознать, необходимо каким-то образом самому измениться, потому что шоры натянуты были, стакан был чем-то наполнен, и необходимо этот стакан освободить, шоры снять, и помыть стаканчики, наполнить чем-то. А уже потом мудрость, которая тобой накоплена, детям отдавать и строить на этой мудрости для них что-то светлое. То есть в любом случае, хочешь изменить мир, начинай с себя. На этой прекрасной ноте, наверное, стоит уже нам попрощаться. Я напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей у нас 22 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7526 лета, понедельник. Прекрасный мир, который мы потеряли, об этом нам рассказывал Дмитрий Мыльников. Я же предлагаю всем, кому понравился эфир, и кто думает, что это наше направление очень важное для вообще всего славянского мира, то поставить пальчики вверх под эфиром, чтобы нам стало понятно, сколько людей одобрили это выступление и вообще одабривают политику, которую ведет Народное славянское радио. Тогда нам будет проще жить и понимать вообще, что мы делаем. А также, если вы считаете, что этот эфир очень полезен, то делитесь с ним, делитесь самым лучшим, что вы считаете, и тогда наш мир тоже улучшится. На всем я с вами прощаюсь, желаю всем добра. С вами был Народное славянское радио. Дмитрий Мыльников, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.